В феврале 1993 года на Втором чрезвычайном съезде коммунистов была образована Коммунистическая партия. Своей стратегической целью она называет построение в России обновлённого социализма. Что кроется за этой фразой, узнаем сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя, депутат Государственной Думы, доктор политических наук Сергей Абухов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Сергей Павлович, Вы уже, я знаю, не первый раз в Наринмаре. Какие у Вас впечатления? Да, я был несколько лет назад. Хочу сказать, что увидел город изменённым. Мне это нравится. Конечно, проблем, как и в любом населённом пункте, в любом поселении, хватает. И с дорогами проблемы, но я хочу сказать, что город стал чище, город стал наряднее. И даже на лицах людей какое-то другое выражение лица. То есть я хочу сказать, что, наверное, и жители надеются на лучшее, рассчитывают, что будет лучше. И мы тоже на это все надеемся. И для этого всё вместе работаем. Ну, теперь перейдём непосредственно к Вашей работе. С какими планами Вы входите в новую осеннюю сессию? Я приехал сюда, чтобы мы, как депутаты Государственной Думы, у нас идут отчёты по всей стране. И мы рассказываем и о планах, и о том, что сделано в последнее время. Сегодня будет большая встреча с избирателями, где тоже выступили с отчётом фракции. Поэтому это обычная нормальная парламентская деятельность. Если говорить о том, что сейчас всех заботит, понятно, ключевая ситуация на Украине. От этого зависит безопасность, санкции. И все парламентские партии здесь в меру своих сил стараются подключиться к общей работе и по защите безопасности страны, и по помощи нашим братьям Новороссии. Я, кстати, хочу благодарить жителей Нарьянмара, вообще Ницкого округа. Большое спасибо. Наш региональное отделение, кстати, у нас здесь. Вот за это время изменилось. Серьёзно, мы создали регион, не местное отделение, которое входит в Архангельск, а теперь у нас здесь региональное отделение, напрямую, которое контактирует с Москвой, Коммунистической партией. Это спасибо поддержке. Организация выросла, набрала сил. И, скажем так, совершенно другой статус у партийного отделения в Ненецком автономном округе. Так что в этом качестве уже я вас поздравляю, скажем так. Поэтому мы благодарим жителей за помощь. Вчера мы отправили 10-й гуманитарный конвой на помощь Новороссии. Здесь в том числе и вклад сбор средств, которые жители Ненецкого округа. Спасибо вам. И нас очень благодарят представители Донецкой и Луганской республики, потому что мы уже более тысячи тонн различных продуктов, питания, лекарств передали жителям Луганска и Донецка. Поэтому спасибо. Они чувствуют в том числе и поддержку Дориан Марцов. Я думаю, что эта работа будет продолжена, потому что мы видим, что конфликт не на 5 дней и не на неделю. И, по всей видимости, еще придется долго нам заниматься этой проблемой. Конечно же, главное – это остановить кровопролитие. Хочу напомнить, что два месяца назад руководитель партии Геннадий Андреевич выступил с 5 пунктами Зюганова по решению проблем Новороссии. И одним из ключевых, если так вот говорить вкратце, ключевым требованием было де-факто признание Донецкой и Луганской народных республик для того, чтобы можно было помогать им и на государственном уровне. По сути, то, что произошло с гуманитарным конвоем, когда мы, вопреки мнению Киева, предоставили гуманитарную помощь уже на государственном уровне, говорит о том, что это де-факто состоялось признание. Поэтому, можно говорить, что первый пункт плана Зюганова в данном случае выполнен. Второе – это было введение бесполетной зоны на территории Донбасса, для того, чтобы не могли самолеты украинских ВВС бомбить и разрушать, и чтобы не гибли дети, женщины, старики. Ну и здесь, я так понимаю, определенная, скажем так, помощь наверняка не только и правительственная, потому что видим полное господство в небе сейчас ополченцев, и, по сути дела, каратели не имеют возможности так безнаказанно бомбить, скажем так. Здесь мы поддавливали власть, требовали более решительной поддержки. Ну, если говорить еще о ключевых вопросах, это то, что мы не должны, требование Зюганова было, финансировать терроризм. Представьте себе, есть такой олигарх Коломойский, например, на Украине. Он в Москве имел собственность, он в Российской Федерации. И с помощью вот этих средств, по сути дела, финансировались вот эти вот отряды Национальной гвардии Украины, которые вырезали мирное население. И получалось, за деньги российских новоплательщиков происходили вот эти вот все преступления против человечности. Вот я являюсь одним из авторов этого депутатского запроса. После требований прокуратуры суд арестовал вот эту собственность этого олигарха на территории Российской Федерации. Он объявлен в международный розыск. И я хочу сказать, что это серьезно осложнит и карательные операции украинцев, украинской армии на Нонбассе. То есть это вот, если говорить внешнюю политику, и то, чем сейчас озабочены все партии, в том, чтобы мы дальше продолжали оказывать нашим единокровным братьям в Новороссии поддержку. Следующий вопрос, он уже, конечно, тоже касается всех нас. Санкции. Санкции введены вопреки, вроде бы, вступили в ВТО. Значит, вот сейчас я являюсь одним из авторов законопроекта о том, что мы донансировали это маракешское соглашение и вышли в ВТО. Получается, что само соглашение не действует. Против нас ввели реальные санкции. Нашу страну унижают. Нам пытаются утяжелить жизнь простых людей, добиться, чтобы росли цены, чтобы люди были недовольны жизнью и дестабилизировалась ситуация. Кстати, еще один законопроект, который мы, 20 депутатов Государственной Думы во главе с Юганом, я тоже в числе авторов этого законопроекта, о государственном регулировании цен на продукты питания первой необходимости. Вот все-таки у вас в Ненецком округе существует датирование определенных группы товаров. Цены здесь удерживаются, но в центральной России и по всей стране с этим уже возникла большая проблема, потому что под прикрытием, под разговор якобы о санкции поползли цены на картофель на 40%. Ну, дорогие господа, товарищи, картошка под санкции-то не подпадала, почему она дорожает? Государство здесь должно вмешаться, и вот этот законопроект, который мы разработали, и требуем, чтобы срочно оно правительство его одобрило и поддержало в Государственной Думе, предельные наценки, перекупщики, спекулянты не должны наживаться на изменения внешней конъюнктуры. Если говорить еще о других вопросах, это госзакупки, это у нас же бюджет, вот 10 триллионов, ну чуть больше, 11 триллионов рублей, это из них 1 триллион госзакупки и разного рода, ну скажем так, потери от этого дела. Значит, мы должны перекрыть этот канал потерь. И вот мы тоже внесли законопроект о том, чтобы прекратить закупать иностранные, там, где это возможно. Это не должно касаться лекарств, медицины, то есть жизнеобеспечения, там, где это возможно, чтобы мы поддерживали собственного производителя. Это, собственно говоря, тоже одно из ключевых требований, иначе заводы не будут работать, заказов будет меньше. В условиях санкции это тоже очень актуально. Государство должно показать пример, закупать для государственных нужд, прежде всего, отечественные товары. Это вот очередной законопроект, который мы будем настаивать для того, чтобы приняли в эту осеннюю сессию. Еще, я тоже являюсь одним из авторов этого законопроекта, внесение поправок в закон образования, ограничить законодательно плату за детские сады для детей. К сожалению, в том варианте закона образования, который прошел, мы вносили альтернативу, но она не была принята, нет верхней планки. И вот мы сейчас знаем, в одном регионе, в другом вспыхивают проблемы, завышают, задирают цены на обеспечение детей за плату в детский садик, а потом прокуратура разводит руками и говорит, а вы же сами убрали депутаты из закона об образовании эти ограничения. Поэтому мы настаиваем, чтобы срочно это было возвращено, и государство тоже регулировало эти вещи. Вообще, вот сейчас к этой сессии мы дополнительно внесли порядка 20 законопроектов. И наставать будем очень на принятии ключевого из них. Это о промышленной политике, особенно в условиях санкций, производства. Если страна не производит, а только танцует, поет и прожирает, извиняюсь, то эта страна обречена. А оказывается, у нас до сих пор нет внятно сформулированной промышленной политики и внятных механизмов поддержки нашей промышленности. Сейчас, когда заговорили об импортозамещении, в условиях санкций, все говорят, да, вы коммунисты были правы. Значит, мы надеемся, что нас поддержат все фракции. Мы вступили в приговоры с Единой Россией, с ЛДПР и Справедливой Россией, чтобы они тоже подписались под этим законопроектом. И немедленно на новой сессии он был принят, чтобы уже в бюджетном процессе, а сейчас основная задача Государственной Думы в этой сессии будет бюджет, распределение бюджета, потому что это ключевая функция Государственной Думы, был принят закон, который бы обеспечил приоритетное выделение средств не только на перевооружение, слава богу, мы этого добились, но и на поддержку всех отраслей промышленности. Ну вот вкратце я вам рассказал тот пакет, который предполагается. Здесь социальная защита, вопросы образования и поддержка нашего производителя. Без этого жить, конечно, выживать в стране невозможно. Вот эти вот требования нашей Коммунистической партии. Вы много говорите об эффективности работы депутатского корпуса. Что для этого делается и как? Вы знаете, депутатский корпус – это прямые представители народа. Депутат должен отражать интересы избирателей, делать депутатские запросы, добиваться их реализации и исполнения. Вот я вот рассказал вам про Коломойского, вот этого олигарха. То есть благодаря тому, что коммунисты подняли эту тему, что за деньги наших благоплательщиков украинский олигарх убивает детей, стариков и женщин, организует карательные отряды, слава богу, мы достучались и добились реализации, что собственность у него отобрали на территории Российской Федерации. Это вот пример одного из таких депутатских запросов, которые в последнее время были направлены. Вот сейчас совершенно вчера, я, например, как депутат, нас беспокоят все, в том числе, прямые санкции и рыбы. Вроде бы рыбы в Российской Федерации добывается достаточно. Но когда мы, депутаты, проанализировали ситуацию, оказалось, что она еще не выловлена, она уже за границу продана. То есть почему? Ну так и существует у рыбодобытчиков, работных предприятий соглашение уже с иностранными поставщиками. И получается, что возможен дефицит рыбы из-за санкций, из-за того, что мы свою же рыбу продаем за границу. Поэтому мы обратились и в правительство, вот сейчас будем настаивать, чтобы реализовался этот депутатский запрос, чтобы все квоты, которые на выловлены рыбы, обременялись, не продавали. Какую-то часть вы можете продавать, но в первую очередь должны обеспечить собственное население, собственные сети, собственные торговые предприятия, рыбопродукции, которые, слава богу, пока хватает по тем объемам добычи, хотя, конечно, в советском времени она сократилась. Это вот один из, скажем так, самых свежих депутатских запросов. Ну и, конечно, перед тем, как сюда прилететь, я подготовил с группой товарищей запрос о том, что пора нам давать ответ и НАТО. Вот сейчас идет саммит НАТО в Уэльсе. Значит, они объявили, что Россия не партнер. Но если Россия не партнер, значит, мы обратились к президенту и правительству, давайте мы все соглашения, которые есть в Российской Федерации с НАТО, а они от нас зависимы. Это транзит из Афганистана, использование подъездных партей, пропуск. То есть они, если говорят, что мы не партнер, тогда, пожалуйста, что мы обеспечиваем им тыловые действия, давайте мы тогда откажемся от этих. Вот это говорит о том, что депутат должен реагировать, конечно же, на общефедеральные проблемы, и депутат, конечно, должен реагировать и на местные проблемы. Это я вам рассказал о федеральных. Вот я уже сейчас повстречался и с избирателями, и увидел некоторые точки проблем, которые можно поднимать и по Ненецкому автономному округу, потому что мы видим, что пробуксовывают правоохранительные органы, они, ну, скажем так, недостатки в строительстве, в ремонте той же музыкальной школы, значит, должна вмешаться, защищать интересы учеников, учителей, значит, а говорят споры художественных хозяйствующих субъектов, не может быть, поэтому я намерен подготовить федеральные правоохранительные органы на бездействие правоохранителей здесь, по некоторым вопросам, которые касаются жизнеобеспечения в Нарьен-Маре. Это, скажем так, я немножко удивился, когда жители ставили эти вопросы, почему они не решаются, почему сквозь пальцы прокуратура и Следственный комитет на это смотрят. Сергей Павлович, мы сейчас превратимся на небольшую рекламу и продолжим разговор о деятельности фракции Коммунистической партии в Государственной Думе. Субтитры создавал DimaTorzok Телефон 2-17-17 Я напомню, у нас в гостях депутат Государственной Думы, доктор политических наук Сергей Авухов. Сергей Павлович, ну, вы приехали нам с Москвы, с Государственной Думы. Какое видение на развитие Арктического региона вот у вас, как у депутата? Я хочу сказать, что то внимание, которое в последнее время оказывается, в том числе, Арктическому региону, оно говорит о том, что Россия без развития Арктики уже не мыслит своего будущего. В советское время вкладывались огромные усилия, потом наступил провал 90-х. Слава Богу, государство осознаёт. Ну, и нас подталкивают наши конкуренты. Я извиняюсь, приходится создавать даже военную инфраструктуру, нам возвращаться военную инфраструктуру в Арктике, потому что то, что звучит, вы же посмотрите активно, Канада, Соединённые Штаты, Китай. Я уже не говорю, что страны Южного полушария заявляют претензии на, скажем так, недра и арктические территории. Это очень опасно, мы здесь должны иметь военный кулак. Конечно же, и прежде всего мы должны сделать комфортной жизнь людей. Вспомните, они вынесли тяжёлые времена, льготы, скажем так, недостаточные. Очевидно, что и государственная поддержка должна увеличиваться в разы, если мы заботимся о будущем нашей страны. Ну и, конечно же, скажем так, вот сердце кровью обливается по поводу решения, которое было принято с разграничением в Баренцевом море с Норвегией. Когда мы отдали треть наших рыбоводных территорий, Норвегии, мы голосовали фракциям КПРФ против этого решения. Считаем, что она ошибочная и будем дальше на ставочном, межгосударственном уровне. Это решение было отменено и динонсировано, особенно в условиях вот этого кризиса с Западом и с НАТО. Вспомните, Норвегия член НАТО, Норвегия участвует в санкциях, и мы, извиняюсь, худо-бедно отдали значительную часть акватории Баренцева моря этой стране. Это не, я считаю, что это большая ошибка, и её нужно исправлять, если не сейчас, то в перспективе такую политическую задачу ставить. Если говорить про развитие Арктического региона в другом плане, мы видим, что да, не только добыча полезных ископаемых. Значит, да, вроде бы Газпром там собирается. Кстати, обратите внимание, первый ДАРК-санкции как раз направлен на то, чтобы парализовать действия России в Арктическом регионе. Все эти санкции ставят под вопрос закупку оборудования и техники, которые, да, к сожалению, российской промышленности не выпускаются для разведки, геологоразведки, добычи нефти и газа в Арктическом регионе. Но тут вторая проблема – экология. У нас Арктика сильно загрязнена, и здесь не только, ну, скажем так, лихие 90-е, это, в общем-то, наследие, скажем так, и более глубокое. Поэтому тоже проблема рекультивации земель, вообще сохранности животного мира, она тоже должна ставиться. И я очень рад, что у нас существует специально выделен комитет в Государственной Думе, который возглавляет коммунист Николай Михайлович Харитонов. И проблема Арктики, ну, скажем так, в центре политики. В центре политики. И как бы сейчас вот не развивались события на Украине, как бы мы с вами не говорили о каких-то других геополитических вопросах, Арктика – это стратегия выживания страны, развития этой. Поэтому, дорогие жители Ненецкого округа, знайте, что государство вас никогда не бросит, потому что будущее страны зависит в том числе и от вашего региона, от его развития. Ну, вот если быть конкретнее, какие видения коммунистической партии, допустим, на развитие сельского хозяйства, промышленности в округе? Потому что вот эти, ну, в частности, сельское хозяйство, оно датируется. Можно ли поставить иначе вопрос? Вы знаете, если мы вспомним в советское время, то при каждом промышленном предприятии существовали крупные подсобные хозяйства, и оно уделяло вниманию, ну, скажем так, снабжению. Я, скажем так, с большой тревогой наблюдаю за последствиями санкций. Я думаю, что нас вынудят, вот уже вот сейчас вот то, что предпринято Министерство сельского хозяйства по импортозамещению, и в том числе по развитию тепличного хозяйства, ну, более активно заниматься. То есть долги селу уже сейчас не просто, вот все время говорили коммунисты, вы повторяете одно и то же. Мы все время одно и то же повторяли. 40 миллионов нераспаханных земель, стадо на уровне средины прошлого века, имеется в виду крупный рогатый скот, вот у них, значит, сейчас поголовье свиней под угрозой из-за этой. Все нужно вкладывать и технику, не работает наше сельхозмашиностроение. Вот сейчас говорят, да, вы были правы, но это же должен был клюнуть жареный петух, чтобы все сказали, да, вы были правы, и нужно вкладывать в развитие. В том числе, да, говорят, это невыгодно, это не рыночное. Но мы уже насмотрелись вот за эти 20 реформенных лет, что такое рынок. Вот, рынок дальше крупных городов и 50 километров от железной дороги не работает. Здесь должно быть государственное влияние и государственная поддержка, в том числе и сельского хозяйства. Говорят, это будет нерентабельно. Да, значит, оно будет нерентабельно, но, извиняюсь, даже в такой рыночной стране, как Япония, это нерентабельное поддерживается государство, потому что это вопрос национальной безопасности. Потому что если говорить, в том числе и по северу, вопрос национальной безопасности. С нами был Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, доктор политических наук. Это Актуальное интервью.